Всем привет! Рада видеть вас на своем канале! У меня посылочка от Космопрофи с новыми лаками. Упаковано все отлично, доехали ко мне бутыльки целенькие, ни один не протек. Все уже, наверное, наслышаны о Черной Пятнице и сайт Космопрофи не исключение. Если вы все еще не решались приобрести продукцию, то 23 ноября это самое время, так как будут отличные скидки. А вообще подписывайтесь на соцсети Космопрофи, там всегда самая свежая информация по акциям и скидкам. И конечно же промокоды. Которые Космопрофи периодически дают в своих соцсетях. Ссылки будут в описании. Скажу сразу, цвета выбирала, основываясь на предложенных модных оттенках зимы 2018 по версии Pantone. Первый оттенок под названием Красная Груша. Роскошный и глубокий насыщенный красный цвет с выраженным бордовым подтоном. Доблестный мак. Оттенок не сдержанный, открытый и манящий. И не важно, что близится холодная зима, оттенок занимает почетное главное место среди цветов прохладного сезона. Здесь немного не угадала с цветом, у меня немного темнее. Но название по версии Pantone туманный синий цвет у меня оправдывает. Задумчивый и умиротворенный оттенок вечерних сумерек. Здесь наоборот мой оттенок немного светлее. Приглушенный зеленый с нотками древесной коры. Изысканный и неординарный цвет. Еще один трендовый оттенок ультрафиолет. Но у меня уже столько этих фиолетовых оттенков, что решила вместо него взять синий. В зимний период он однозначно пригодится. Pantone предлагает легкий, свежий, скорее весенний оттенок с нежными лавандовыми нотами. Но мне пришел более розовый оттенок. Ничего страшного, мои клиенты такие цвета любят. Зеленый кицаль. Насыщенный зеленый с глубоким синим подтоном. Сразу и не определишь, что в нем больше. Синевые океаны или зелени листвы. Оттенок из самой глубины моря. Бескрайний и необъятный. Густой, напитанный красками глубокой воды. Этот цвет идеально подойдет для зимних дизайнов. Тофу. Монотонность белоснежного оттенка разбавлена бежевым полутоном. Смотрится стильно, свежо, неброско. Но и не заметить этот цвет невозможно. Цвет косточки миндального ореха. В нем присутствует сразу несколько нейтральных оттенков. Белый, теплый, бежевый и светло-серый. Спокойный серый. Не яркий, простой, в то же время роскошный цвет подойдет практически к любому стилю одежды. Но все-таки 116 цвет с легким подтоном сиреневого. А понтон говорит о скромном и спокойном оттенке серого цвета без глубоких подтонов. Оттенок под названием сурикат. Юркий и смешной африканский зверек сурикат диктует моду на цвет. Вот так вот бывает. Цвет подрумянинной хлебной корочки. Такую характеристику этому оттенку дали эксперты понтон. Есть еще несколько оттенков по версии понтон. Такие как желтый, оранжевый. Но я их не заказывала. Все-таки клиенты зимой такие цвета мало предпочитают. Напоминаю о распродаже в Черную Пятницу. Не пропустите. Подписывайтесь на соцсети Космопрофи, чтобы быть в курсе последних новиночек, акций и действующих промокодов. Ну и заодно подписывайтесь на мой инстаграм. Все ссылки будут в описании под видео. Ну а как материалы ведут себя в работе, сейчас покажу. Вот моя работа на сегодня. Покрытие клиентка делала себе сама. Снимай материал. Все имеющиеся отслойки, то есть белюсы и пятна под базой, нужно убрать. Отодвигаю апельсиновую палочку кутикулы. Почищаю аптерики. Избавляюсь от кутикулы. Фрезой шар шлифую. Бывает кожа не нуждается в шлифовке, а бывает кожа вокруг ногтя все в заусенчиках. Тут без шлифовки я не могу обойтись. Обязательно убираю пыль. Прохожу под кутикулой в боковых валиках, чтобы ничего не оставалось. И кто из вас самое внимательное? Кто заметил, какой этап я пропустила? Опил. Клиентка меня заговорила. Свободного края практически нет. Клиентка совсем не любит длину, но все равно опиливаю, выравниваю свободный край, делаю ноготки одинаковыми. Ну вот, теперь все готово. А у вас бывают такие казусы? Пишите мне в комментарии, очень интересны ваши самые запоминающиеся истории. Обязательно праймер. Я использую бескислотный, так как ручки нормальные. Но на влажных руках я всегда использую кислотный. Таких мало, но они есть. И бескислотный праймер может не сработать, покрытие будет отходить пластом. База. Это база для гель-лака от Космопрофи. Очень мне нравится. Она средней консистенции, вязкая, отлично самовыравнивается. Несмотря на разнообразие моих новеньких гель-лаков, клиентка выбрала осеннюю классику. Цветники на ногти ложатся плотным, ровным слоем, без проплешин. На втором слое выравниваю кутику. Перекрываю готовые ногти топом. Топ чуть-чуть жижи базы, отлично распределяется по ногтю, удобен в работе. Он без липкого слоя. Сушу в лампе минуту, чтобы получить красивый глянец. Цвета для градиента. Кистью для градиента смешиваю цвета. Бывает, переворачиваю руку клиента. Все ради достижения цели. Для первого слоя достаточно. Сушим. Второй слой все те же самые действия. Разница лишь в том, что на втором слое выравниваю кутику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В общем, вожусь я с градиентом долго. Перекрываю и градиент топом. Слой выравниваю. Слой выравниваю. Скрываем мелкие бугорки и ямки после кисточки. На второй руке сделали два ноготка с градиентом. Под топом градиент становится еще более плавным. Также клиентка просила добавить золото в дизайн. Решила золотой арт-пастой нарисовать тоненькие ниточки. Она без липкого слоя, топом перекрывать уже не нужно. Клянется топа очень красиво. Ноготки здоровски блестят. Вот такая красота у нас получилась. Клиентка довольна результатом. Я довольна вдвойне своей работой и тем, что эта самая работа нравится клиентке. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Ставьте лайк этому видео, если оно было вам полезным и интересным. Заглядывайте в описание под видео. Там всегда есть информация о материалах, которые я использую в видео. А у меня на сегодня все. Всего доброго, хорошего дня!